Цена жизни в Театре Станиславского готовят новую постановку о борьбе с терроризмом. Спектакль «Игра вслепую» окунет зрителя в трагические события прошлых лет, произошедших в Тунисе. Сюжет прост. Влюбленная пара поехала на отдых, где и окунулась в мир противостояния. Антон Александров расскажет подробности. Кстати, я неплохо знаю этот город и могу вам провести небольшую экскурсию. Эта влюбленная пара даже не подозревала, чем обернется их романтическое путешествие за границей. Действия на сцене – это переживания и чувства людей, которые стали заложниками ситуации. Теракт в курортном городе разлучил два любящих сердца. Этим моментом и воспользовались вербовщики. А мне что делать? Мой мозг взорвется. Я не знаю, как дальше жить без нее. В основе этой постановки лежат реальные события. Денис Цветков изучил массу литературы, прежде чем воплотить замысел на сцене. Это, кстати, уже пятая постановка режиссера. Весь спектакль поделен на несколько историй, которые ярко показывают, как меняется жизнь людей под воздействием различных событий. Мне, наверное, было тяжелее вдвойне или втройне, потому что я был как Ян с Дулики. И там, и там. Я был автором пьесы, я знал, про что я писал. И я ставил это, и поэтому я хотел то, что я видел внутри себя, вот то кино, которое я себе уже придумал, когда я писал пьесу, я хотел перенести это на сцену. Пьеса «Игра вслепую» появилась сразу после конкурса, объявленного Управлением по делам религии. Тематика постановки была определена изначально. Жанр спектакля обозначили как шахматная партия. Все, что происходит, все такие страшные события, они происходят вне сцены, скажем так. Они происходят за. А вот то, что человек переживает после этого, как его берут в оборот, это происходит на сцене. Яркие спецэффекты и неожиданные решения заставляют зрителя вздрагивать во время спектакля. Здесь используется эффект неожиданности и игра со зрителем, который в процессе становится невольным участником постановки. Премьера спектакля назначена уже на эту пятницу, 27 января, в Театре имени Станиславского.